Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Непростую статью нашла вам, но ответы здесь вы услышите на интересующие вас вопросы. Мы все знаем, что любовь – это открытость, любовь – это дарение, но нужно сейчас различать. Различать и быть внимательным, и быть проницательным. То есть, если мы говорим о доверии, мы сразу говорим о паре доверия-проницательность. Вашему вниманию, не спешите помогать другим, есть люди, кто забирает ваши силы. Каждый человек сталкивается с необходимостью выслушивать чужие проблемы. И тут есть два типа людей – энергетические вампиры и те, кто действительно нуждается в вашем совете и поддержке прямо сейчас. В чем различие? Первый тип просто высасывает из вас энергию. Пытаясь таким образом самоутвердиться, эти люди очень прямолинейные, они подробно и красочно рассказывают о своих проблемах, жалуются на себя, на других. А когда вы начинаете предлагать пути решения проблемы, они легко отмазываются, либо начинают искать причины, по которым это не сработает. Гоните прочь. Такие люди тянут вас на свое дно. Их единственная задача – слить на вас свой негатив. Пожирают часть вашей энергии, вас просто используют как мусорную корзину. Уважайте себя и не пускайте в свое пространство тех, кто пытается кормиться за счет вас. Вы выбираете свое окружение. И иногда оно указывает на то, что есть внутри вас и не проработано. Обратите внимание, какие люди вас окружают. Второй тип – это люди, которые действительно ищут выход из положения и нуждаются в стороннем взгляде и дельном совете. Они объясняют ситуацию, но так, чтобы вам не было трудно ее услышать. И слушают, что вы скажете. Эти люди признают свои недостатки и пытаются понять, как ситуация может стать для них уроком. Они осознают и они меняются. И если после общения с первыми вы чувствуете себя опустошенными, вы можете почувствовать головную боль, гнев, злость на себя, злость на собеседника, усталость, и всегда портится настроение, то после общения со вторыми вы словно раскрываетесь. Чувствуете прилив сил, радость, что смогли хоть чем-то помочь. В конце концов, Вселенная всегда общается с нами через других людей. Ваше эмоциональное состояние будет таким же или лучше, чем до общения. Будьте внимательны. Берегите свое время и энергию для того, что именно для вас ценно и важно.